всем привет у нас интересный бмв автомобиль в работе не получилось у меня снять тогда когда она заехала какой она была была машинка красивая с мелкими небольшими повреждениями но обычные стандартные под бампером тут рыжики лезут по дверям снизу чуть-чуть ну и так полирнуть ее там кое-где пдрчиком отдавить точечки багажник снизу подгнил обычная обычная привычная и вот тут под угла с герметика лезет коррозия как бы больше из такого прям критичного ничего не было видно не было видно пока она была вся собрана разобрали машину саша начал потихоньку чистить он не занимается и понеслась сквозная дыра пока то счищаем до металла очень большие очаги коррозии тут весь кант весь ржавый что все что подкрылка натерта ржавая двери по низам те которые казались целыми тоже ржавые пороги были меняны и вроде знаете так и неплохо присели рыжи лезут присели ржавчина менее на как-то куском тут порог тут нашпатлёвано навалено ржавчина дыры вокруг пробок дыры идем дальше около под домкратника дыры с водительской стороны вообще ужас там просто мясо ржавчина угол сгнил порог помятый но это еще осталось целым то крыло которое оказалось целым тоже снят подкрылок вместе с подкрылком клипсов снялись краска ну короче в таком плане здесь у нас замена порогов здесь у нас покраска всех дверей по низам арки под полки здесь вырезка дырки подкладка закладной и оловом сделаем смысл говорить если можно вам даже лучше будет понятно замена порога посмотрим потом по факту что получается крышка с двух сторон вмятину выдавим под ребро и не за дверей вместе с заменой порога под ребра пороги двери будет сниматься пороги тут еще имеются болячки вот тут вверху где натирают там надо индивидуально смотреть под накладками вроде все целое ну и полная полировка короче то что планировалось сделать со дня за четыре на четыре может быть пять дней теперь хоть бы за неделю рабочую именно неделю вытянуть потому что с порогами тут игры будет немало пороге лесенки не оригинал а копия как-то называется у них не запомнил сложно какое-то название короче читалька каховка знает сказал говорит ну в принципе поставишь в принципе подходит и тут еще полный антикор полный антикор потому что тут тут латки снизу по днищу есть кое-где латки здесь санек начал чистить просто коррозия прет надо снимать надо снимать в общем много работы есть чем заниматься будем смотреть в процессе чего-то за хрень такая интересная что она там происходить будет ты смотри какой быстрый я не успел даже санек короче уже плавит вот сюда бы нужна была скоро приедет термопаста саша я тебе сейчас ноги поотрываю дверь открой же что ты делаешь салфеточка держи я сотру опоздал грей еще раз еще раз я знаю давай грей я протру потому что что надо держать и с той стороны придерживай отводи отводи об отлично ваш края подогревать еще ну честно сейчас поставить ее отдельно ну давай да я отдельно проводишь потом потому что тут варить смысла нет у меня ключик вверху извиняюсь я разговариваю с ключиком варить смысла нет больше пожжем прожжем потому что металл все-таки прослаблен да еще нет ржавчина вырезана то есть гнить не будет изнутри потом все прольется сейчас вставляется получается это закладуха чтобы олова туда не уваливалась и санечек час аккуратно тут буквально две точки оловом тут три точки оловом по порогам будет когда их поменяем до порогов счет от работы кучи так понимаем и все уже успеем подготовить пока приедут пороге то ничего там не будет гореть это дым отсюда и в общем так по чуть-чуть по чуть-чуть саня там повыдирал внутри арок он полдня сидит выдирает арки внутри и я так понял там печально наш это ну там максимально можно было вычищать все выдавали пишу гофру на место пустынешь там почищать и почистил и поставил почищен я пою блин старые машины есть старые машины хотели до хотели по чуть-чуть но увиделось по чуть-чуть а сейчас вытягиваются также полна комбы делает но нет смысла в эту машину вкладывать такие бабки чтобы ее делать наполняк тут надо с кузовом разбираться сначала с несущей частью короче люди посмотрим чего сашки получится пришел он не работал где-то поглядим я не буду мешать чуть-чуть выйдет но тут несложно тут маленький кусочек блин пока я работаю саша уже работаю уже закончил походу на вас тут этот грунтой пока я там покажу что ты сделал значит там была завалена оловом обработана антикоррозионным грунтом и вот так вот со распыляемым герметиком тремовским завалено чтобы с этого конта не было контакта не с влагой окружающей подкрылок и закрывает от камней ну короче заизолировано там очень серьезно еще и на торец вышли после того как здесь все загрунтуется торец вот этот который сейчас не особо красивый подточиться подточиться пусть он будет ровненьким красивеньким фаскале еще такой соня ты знаешь он сохнет в разы быстрее чем в аппешный он сухой на отлип полностью за полчаса и как бы можно его загрунтовывать смело далее все будет сохнуть перед покраской чешется этот некрасивый горбик торцевой и будет готово сейчас грунтуется только юбка пусть стоит как бы чтобы и на колеса можем было пустить дальше снимаются двери с нее багажник уже снят не занимается здесь коррозия вот то есть надо срезать секцию герметика вырезать тут вырезать вот тут секцию герметоза тут вроде все целое то есть посмотреть да куда резать чтобы шов был одинаково может быть если отсюда то тогда аж до сих резать чтобы этот шов был весь одинаково потому что именно вот так как бмв старые клали свои швы ну нет такого у нас герметика в продаже ну нету даже у террасона такого герметика который внутри как пупырщатый и вот такой шов у него получается один фиг шоу будет чуть-чуть он будет плоский широкий но не будет такой плоско грязный как будто сваркой электродом варили реально электродная сварка не положу это нечего ложить так вот это вот секретик конечно заводской то есть будет видно что это не заводской же герметик мы по крайней мере там ржавчины не будет вот такой вот грунтец темно-серый ствол 1.8 flg 5 реально под грунт этот пистолет переборол всех своих конкурентов у нас под грунт куча пистолетов есть разных но этот заслужил почетное место под солнцем он хоть и конченый он хоть и разбирается коряво у него шайба соскакивает но за свои бабки я думаю альтернативу хрен найдешь он стоит как китаец сколько там сто сто тридцать долларов до 140 ну ладно что 40 розница на рынке классный ствол грунты лаки акриловые материалы самое на ровный широкий факел хорошее наполнение контролируемый понятный мне нравится ладно тут пока все но я занимаюсь уже эту машину посмотрели продолжаем с бмв многострадальный автомобиль который ждет ждет то порогов то меня он ждет то еще что-то он у нас задержался по причине надобности замены порогов 5 дней мы ждали пороге потом пороге 5 дней ждали меня пока у меня появится время на них жаль саша у нас не варит так саша может быть поварил бы все равно бездельничает ходит что он сделал он сделал только двери низушки и эти крылышки низушки все приходит бездельничает так что будем делать тот порог водительский поменяли в ребро вот так чуть позже покажу и оловом заделали стык здесь будем менять от сюда вверх аж это я ровненько отбил шнурочком чтобы было ровненько отрезать по скотчу по-другому не получилось никак то есть скотч как не клея ровно никогда не приклеишь вот из-за вот этой причины тут порог почему-то вот именно вот вот так вот латочку вставили в нижнюю часть и все что надо сделать сейчас расчистить четко весь этот ржавый низ полностью по убирать вот этот клей который сюда накидали нарыгали нам придется также накидать нарыгать сюда клея заодно поменяется вот этот загнутый угол который он не сильно как бы проблема проблема в том что он сгонил весь поразбирали все тут лишнее чем мешает как раз все вот эти вот запятые которых нету появятся пам-пам пам-пам так покажу сейчас что пришло у нас какие пороги не помню как они там называются короче порог тут поменял так даже шпаклом подкидал самое такое что тут рихтовалось что-то блин как бы где бы показать уже все прошпаклевал походу все самые большие точки короче стык мы его не видите потому что он подолван но стык вот тут вот 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 здесь короче стык он подкидал свои проплешины твоего вам эти шпаклом прокидал проплешин волы чтобы водить его в ноль там неудобняк он пороги стоят вот они они без отверстий вообще без никаких все отверстия делать будем по факту по факту как пройдут все запчасти потому что там весь пластик ставить еще надо то есть этот порог я буду менять по принципу также как и тот посоветовался с каховку он говорит ты намучаешься если будешь нагнать в какой-то из стыковых ребер проще и надежнее и не ведет случае если сделать срез на 2 миллиметра больше чем надо и его подвести с той стороны и спокойно себя проваливать не поведет не покрутит дырок не пожжешь стык будет идеально то есть ровненьким никаких не будет мест которые будут прогорать то есть фактически используем этот порог вместо закладной его же сразу и проваливая надобности менять вот сюда нету никакой целое остается полка вот это единственное что мы тут два рыжика тут тут и вот тут по двери рыжики все равно расчистить придется и ну и красить так в половинку так в половинку потому что крылья не снимаются нету нужды да и в планах этого не было да и целое там все нет необходимости двери снимается потому что двери с двухсторонней в общем приступаем сейчас расчищу низок и ух ты тут уже латочка такая мощная вообще ничем не обработана на цех хотя нам сейчас будет мешать это латочка придется ее чуть-чуть вот так вот ампутировать варили изнутри ладно ампутируем отрежем уберем сейчас пока расчищаем из клей по подчищал я так чтобы видны точки были но тут точки это пол беды еще точки где-то вот тут поэтому если бы так кусок порога вскрыл аккуратно чтобы усилители максимально не цеплять и теперь нам становится видно хотя бы где идет зона первого усилителя песочек под домкратник целые с этой стороны конечно все печально выглядит ну да ладно сейчас буду секциями вырезать потому что целиком за раз эту пластину прогнать это жесть саня тот порог снимал он его готовил на него пол дня потратил пока вырезал подсверливал все то есть за один день я допустим не поменяю два порога тем более что тот был подготовлен под замену я только подогнал и поприваю сейчас так вот отсекаем тут чистим ищем где нам где нам что сверлить блин это не первый наверно последний раз когда берусь указать и замены чего-либо есть пошла вода в хатах откручиваем порожек дальше так удобнее смотреть нет сверлился никто тут пороги не менял не трогал они полностью заводские их только участками поватали где там совсем все плохо было и печально вот а так вроде все внутри даже чистенько эпоксиде есть лишь вот тут под этим краем где лазили такой коррозии поверхностные но я надеюсь и строим почистим что там что хоть там внутри все вот такое как как вот тут так неплохо даже срезали раскрыли зачистили почистили сзади почистили там чуть более коррозии прихвачены потому что там были работы теперь у нас есть подарок из германии это цинковый грунт цинковым грунтом весь открытый металл потому что другой защиты именно сейчас мы дать не сможем потом мы дадим защиту морили туда воском но это будет потом а цинковый грунт это единственный грунт по которому можно варить и который держит защиту при этом виталька каховка если созвонился только что ему понравился уполовский грунт я ему как-то справлял пробных тестов цинковый уполовский грунт так вот он говорит тоже реальная тема лучше чем будет тоненький слой хорошо по нему варить сейчас пропшикиваем все что у нас потом будет закрыто а еще цинковый грунт он дает хороший антикор и он самостоятельно не требуется потом закрытия ничем интересно на хрена вот эта пена и вот этот лопушок который висит тут на пене вокруг них только огнируем на куске пороге можно посмотреть что вокруг них образовывается ржавчина зачем они тут нужны очень интересно бы мне знать запах у него конечно все сейчас пока я буду подгонять пороху высохнет высох не станет таким как ну реально как будто свой цинка понятно что это не полноценный центру это лучше чем ничего теперь из нового порога я режу по вот этому ребру новый порог и подвожу его снизу к этому а блин еще надо с торца убрать вот эту штучку продолжим заниматься тут все грунт высох набиваем отверстий размечаем где эти попадают по местам их набиваем а тут кое-что лишнее поотмечал сейчас наживляю прихватываю струбцинами чтобы он держался порох на месте и можем начинать отбаривать внутряд я ничем сейчас его не обрабатываю потому что если это обработать грунтом в этих местах он сгорит собственно самых важных а тут он хорошо оцинкованный к цинку даже не берется олова то есть это значит цинк хороший я с той стороны пробовал поэтому тут все будет обработано потом через вот эти ревизионные отверстия через нее будет задуваться сюда ввоз приступаем накидываю порог на струбцины делаю прихватки спереди сзади парочку снизу проверяю чтоб все там сходилось по конту порог кривенький чуть-чуть но в принципе все совпадает неплохо по отверстиям все хорошо тоже совпадает в упор приходит то есть попал в принципе точно теперь что по нижним отверстиям поджимаем молотком каждую точку провариваю тут тоже история а здесь сначала с точечками а потом потом сплошной обчистка и олова вот я еще сейчас позвоню раскаховки у меня огромная огромный вопрос стоит ли сплошную ложить вообще надо проконсультироваться потому что времени это отнимает просто уйма все-таки сплошной шов потому что работа с оловом если туда попадет олово где-то с не олово а паста где я не смогу ее достать это будет печаль ну да ладно варил точечками . 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 пошел по порогу возвращаюсь добавляю 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 время не отнимать много но зато ничего не идет в принципе тут ровно ровно все хорошо теперь берем круг зачистной зачищаем точки эти снизу бубери которые торчат они кстати не сильно торчат но все равно их зачистить надо тут же клей будет клей пластик где-то приходить чтобы ничего не мешало просто такие шушери которые торчат могут мешать дальше после зачистки покажу уже на олове пришла мне термопаста та которая защищает соседние элементы как раз ее проверим покажем и посмотрим нужна ли она вообще или не нужна вот такой порог получаем счищаем цинк по которому сейчас будем работать пастой для лужения сниму сейчас дверь чтобы ее всю не мазать термоклеем этим термогелем мазать термогелем буду только здесь для загрунтована чтобы не жгло и переднее крыло так теперь займемся термогелем инструктаж мы провели набираем его вот такая жужженция и примерно толщиной 5 8 миллиметров надо его распределить в зоне которая у нас будет подвергаться нагреву термогель не одноразовый то есть то что останется в подвижном состоянии в живом то можно будет собрать обратно положить и используем тартурно термогель я так понял он обгорает процессе работы и хорошо отделяется друг от друга живое от неживого уже нету у меня особо времени проверять его на отдельных каких-то кусках тестовых просто времени реально крыло тут все равно будет краситься но по возможности чтобы его хотя бы не готовить на торце надо просто покрасить ну поскольку не за дверей все красятся само собой крыло по пути покрасим этот кусок но не хочется чтобы он обгорел заодно проверен как это все дело будет работать вот мы более чем достаточно сейчас лишку так вытираем еще раз вытрем обезжирим там и буду наносить пост для уже не единственный минус этого геля вон на вертикалях я пока ходил там занимался своими делами он на вертикалях чуть-чуть опускается может я конечно много наложил тут посмотрим я вам первый раз работаю теперь прогреваю на носе нового прогреваю на носе нового он наносит спрыг и это в Ну а термогель становится такой, как корочка. Да, он корочкой покрылся. Сейчас приловчимся, пойдёт быстрее. Держать уже нереально. Греем, разглаживаем и посмотрим, как у нас там термогель сработал. Потому что у меня в районе кантика вот тут уже поплавила краска. Ну да, мы её всё равно снимать не страшно. Держать. Держать. Ну, примерно в таком духе и работаем. То есть оловом как раз тут есть чуть-чуть, именно в этой зоне, где ещё нет ребра хорошего на пороге, а чуть-чуть повело. Подложили сразу оловом и спокойненько потом перечухаем. Понятно, что шпакло тут по-любому ляжет, как ни крути, потому что ровнять весь порох оловом просто дорого. О, давайте самое-то главное, термогель. Термогель. Давайте посмотрим, что он из себя представил у нас. Значит, он весь покрылся такой непробиваемой корочкой мягкой. Сейчас посмотрим, что у нас можно забрать обратно, а что нужно выкинуть. Вот так поближе станем. Значит, край, ну это понятно, сухарь на выброс. Тут край на выброс. А что же можно с него взять? Я вот, честно скажу, не знаю. То есть, в нём что-то как бы и есть ещё живое. Ну, то, что внутри остаётся, вот эта корочка снаружи, то, что внутри, я так понимаю, это ещё можно использовать. Ну, с этого уголочка понятно, тут неразумно как бы что-то сохранять. А вот с переднего крыла там уже можно что-то подсобрать, чтобы не выкидывать. И, как сказал Женя, что этот термогель можно опять, повторно, водичкой размачивать. Чуть-чуть он становится живеньким и, как бы, работает нормально. Посмотрим. Сейчас мы тут дочистим. Вот уберём. Что мы видим? Мы видим, что снизу у нас вот тут вот, даже вот тут видно, что подгорела краска. Грунт весь целый остался. То есть, по грунту никаких воздействий особых нет. Значит, термогель работает. Да, он, конечно, не сказать, что дешёвый, но если процентов 30 при каждой работе только выбрасывается, а 70 остаётся, то купленные полкило, я, допустим, себе полкило оставил, захватит надолго. Это, получается, дешевле, чем перекрашивать не нужно. Просто тут, допустим, ещё фиг с ним. На этом образце можно перегрунтовать, ничего страшного. Это я просто попробовать взял. А вот такой случай, как, действительно, переднее крыло. Чтобы его не откручивать, а чтобы открутить переднее крыло, надо там двери снять, подкрылки, ещё что-то. И трата времени. Туда потратил денег. 5-7 евро. Закидал, защитил, снял. Как бы всё нормально работает. Продолжаем дальше. Так, закончили порог. Чуть-чуть отвлекает, поэтому не всё показал. Машинкой, что это у нас, Кубитрон 36-е зерно, обдираем. Потом рубанком и ещё там, что ты выдираешь, я так и не пойду. Самый кантик, так я его почистил, он чистый был. Ну, смотри, видишь, какой он тут? Видишь, какой он тут? Короче, тебе что-то не нравится. Так, всё неплохо. Есть пару мест, где надо подкинуть шпакло, потому что чуть-чуть волна пошла. Заваливать это оловом будет многовато. Доваливать. Доваливать надо. И не факт, что когда будешь греть, это пятно не увеличится. Оно может пойти, потому что когда работаешь оловом, реально сильнее нагрев, чем сварка. Тут и так сюда ушло, полных две палочки. Именно сюда. Это не слабо так. Это получается 450 грамм. Не забудьте, знаешь, о чём? Сода. Сода, потому что я не сделал. И, в принципе, на этом всё. Покажу сейчас, как гель отработал на переднем крыле. Вот я снял гель. Никаких. Даже намёка нет. Даже вот тут, где он с краю лежал, даже тут не обгорело. Ничего. То есть гель реально работает. Прямо реально тема. Чуть-чуть финансово затратно, но тема. Я просто проверил на этом крыле, потому что было интересно. А, ну, краситься не страшно. Но рабочая тема. Саня, ты, наверное, сильно выдирай. Так я сам вершов. Ты и так уже шов открыл. Шов в верхний край-то я открыл. Но он был открыт вот так, а ты его ещё дооткрываешь. Так я же и выше шов. Ладно, делай всё равно тебе выводить. Остаётся по этой машине. Она значит, что? Сегодня Саня заготовит порог. Этот тот уже готовит. Грунтуемся и в открас уходит. Посмотрим уже, что будет готово. Потому что она растянулась и так. Ну, насколько уже? Третью неделю, наверное, стоит. Ну, две недели точно она у нас находится. И из этих двух недель реально работает четыре дня на машине. И то это четвёртый, можно так сказать, день вместе с зами. Ждём готовых результатов. Я вылезал, потом ты вылезал, поварил. И сегодня делаем. Короче, вот в основе дня пороги. Да, мы не плотно прям ими, но сегодня больше через дня я этим порогом занимался. А всё остальное за два... Ну да, в общем, с разбором за два дня ты сделал. Посмотрим уже на какой-то промежуточный ещё и на готовый уже. Может быть, в процессе открас. Вернёмся сюда. Так, чуть-чуть по BMW ещё пройдёмся. Скоро она готова к отдаче. Открашена, значит, у нас внизочки. Краску делал сам. Потому что у нас она крашеная, ну, просто перекрашенная. Вроде как в номере. Но, блин, у нас по номеру не отстреливало вообще. А, хотя дверь заводская там же отстреливала. Да, дверь, вот она в заводе. Свет. То есть тоже есть небольшое отличие. Но оно как бы терпимое. Багажник получился в стык идеально. Ну, для самодельной краски. Для человека, который к колористике имеет отношение как шиномонтажник к малярке. Вроде как и неплохо. Сейчас Александр добивает у нас крышу. Что, её моем, наверное, да? Бампер. А, бампер ещё. Моем, проверяем. Мне нужно поработать, поподверить её чуть-чуть. Катаем её в жидкое стекло. И хорош, наверное, с ней заниматься. Потому что машина из того, что изначально приезжала, значит, что у нас добавилось. К изначально приехавшему. У нас добавились три двери по наружке. Ну, не за, по наружке. Одна по внутрянке. У нас добавились крылья передние полностью под лаком. Крашены углы. Их вообще не должно было быть. У нас добавилась замена порогов. Оловом заваливались арки. Вот одна. Юбка бампера, нижняя часть. У нас добавилась сварка. Резко обнаружилось. Я не знаю, как можно было вообще порвать пол. Или что-то пихали. Или на что-то напрыгнули. Короче, я тут заварил. Сейчас залил всё цинковым грунтом. Оно сохнет. А потом промажем гермитосом. И само собой покрасим. Также, что у нас добавилось. Это глобально больше ничего. Прямо из такого. Но вот это вот глобально больше ничего. Затянуло машину в общей сложности уже три недели она у нас. Итого будет месяц. Да. Да ну какой месяц. Она приехала в 12-й, я говорю. Сегодня четвёртая. Ещё неделя. Вот три недели ровно она у нас стоит. Из которых большая часть это простой. Мы ждали. Больше. Больше. Она пять дней стояла, когда я получил пороги уже. Просто пять дней она стояла. И до этого она стояла неделю. Но ты от неё уже устал. Он такой он. Делал в принципе всё Сашка сам. Я только пороги поменял. И то один резал я, второй резал Сашка. Только пороги я поварил. Потому что работы куча. Видосов сейчас будет всё реже. Да. Полная обработка. Установка всех клипс на место. Целый день заняло. Да. Защитки. Всякие андапки. Молдинги. Порожки. Сапожки. Вот эти. Это всё так время вытягивает. Всё просто жесть. Жаль, что вот по большинству таких повреждений я не доберусь. У меня просто инструмента нету, чтобы туда добраться. И машина выйдет в стекле вся блестящая, шикарно выглядящая. А, блин. А кривая. Сверха дверей, капот там в некоторых местах будет просто кривенько. Ну, тут мы ничего не сделаем. В дальнейшем эта машина планируется под проект у человека. Будет интересно, я думаю. Ну, а теперь посмотрим. А, по полировке. Полируется всё автомэджиком. Чуть позже видео я выпущу. Я буду вон там в красном дыхе стоит, Серёгина. Её полностью загонять под полировку в керамику. То есть её переполировать буду в керамику. Будет всё делаться всё пастами автомэджик. Покажу её. Ну, скажу так, наперёд очень и очень она зашла. Мне эта паста, если он не нравится. Будем посмотреть, что у нас получится. Стекло и керамика на Бэху будут от Everglas. Уже куплено, уже лежит. Кто подписан на инсту, те уже посмотрели. Подписывайтесь. TheTenelPaint. Там много нового. И, кстати, весь инструмент, который есть на продаже. Материал тоже только там. Завершаем BMW. Она натерта антиголограммой. Третьим номером автомэджика. Загнал в камеру, чтобы пыль из бокса рабочего не садилась. Сейчас протру. Обезжирю. Пройду. Прокорректирую ещё кое-какие точки. Какие не видели изначально. И что? И всё. Можно сказать, что мы заканчиваем с этим автомобилем. Я ещё на нём испытаю жидкое стекло. Это Everglas. Ну, просто попробую так для себя. То есть клиент за это не войдёт ему в счёт. Это будет такой, как бонус. По машине и так общей работы в два раза больше, чем планировалось. Сумма выскочила такая, что... Знаете как, работа не видная по объёму именно. А по цене вытянуло не кислоток. Вот. Сашка выпилил её хорошо. Знаете, прям загорелась. Такая красивая стала. Моя задача теперь дообезжиривать всё. Растереть стёклышко. И закорректировать то, что есть. Ну что, приступим. Зеркала поставлены на место. Перемешиваем Everglas Monocot. Это стекло. Сколы прокапаны базой, лаком. Всё предварительно обезжирено. И приступаем. Стёклышко нанесу в один слой. Располируем салфеточкой. Посмотрим на готовый результат. Как сказали представители компании в Украине, у которых я покупал это, через 5-6 часов машину можно эксплуатировать, мыть. Ну, желательно через неделю. Понятно, что можно раньше, если всё хорошо высохнуть. Но желательно через недельку. Продолжение следует... 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 Потратил им минут 20, может, не спеша располировал, растёр. По эффекту... Чуть-чуть добавляет блеска. Чуть-чуть буквально. Но тут уже некуда добавлять всё наполировано. В ручках... Заметил, что именно в ручках... Там, где не залезть... Нет, полировать... Сглотнула матовость... То есть, царапины видно... То есть, царапины видно, но нету матовости такой... Это самое простое средство... Оно просто в нанесении... Я никогда ещё не работал овергласом. Это мой первый раз, первая проба. Просто в нанесении. Легко располировывается. В принципе, накосячить... Я вот даже обратил внимание, где-то тут... То есть, откуда начинал, увидел... Чуть-чуть не дотёр от тряпки след. Подошёл, растёр, никаких проблем. Хотя прошло минут 15-20 примерно. Пообщаюсь чуть позже с хозяином. Спрошу, как там гидрофоб у неё себя чувствует. Как моется, как тут держится грязь. Потому что, самому интересно, средство недорогое. И я бы хотел это средство отдавать клиенту... Ну, под этим средством отдавать клиенту... Каждую машину, которая у меня полируется. То есть, отполировали, даже неважно. Заказано, не заказано. Себестоимость там в районе... Ну, до 20 долларов самого материала, который уходит на машину. Это не настолько большая сумма, чтобы... На этом экономить. А общий результат... Ну, конечно, машинка смотрится хорошо. Мне нравится. Посмотрим на Lastich. Фантастиш. Осталось повесить номер. И можно сказать, что всё готово. Смотрится машина круто. За исключением тех мест, которые я... К сожалению, не дотянулся к ним. Не дотянулся, чтобы выдавить ПДРом. Хреновый у меня подверщик. По цвету. По цвету совпало очень даже хорошо для этого. Цвета на солнце, под лампами. Да, есть небольшая разница в полутоне каком-то. Но, опять же, подбирал я к верхней части крыльев. Нормально. Для такого цвета вполне себе нормально. В тени вообще разницы никакой. Под лампами в боксе тоже незначительной. Незначительной. Он получается чуть-чуть разноцветной. Потому что дверь выпадает. Заменённая дверь. Не знаю, почему вот эта дверь выпадает. Передняя правая тоже по цвету. Вроде крашеная машина вся кем-то. А выпадает как-то зеленее она. Странно. Цвет красивый, интересный такой. Крупное зерно. Перл. Смотрится. Всё. Заканчиваем с этой машиной. Долго она нас мучила. По всем вопросам материала и инструмента. Потому что тут много было показано. Чего я применял. Чего у меня новое появилось. Если у кого есть какие вопросы. Пишите в комментариях. Либо дам ссылку. На... Где я покупал. Либо и просто часть товаров. Это из Германии. Привезённая она у меня лежит. Поэтому, кому что надо. Пишите. Отвечу. Всем пока.